МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у меня, следовательно, у вас в гостях Сергей Анатольевич Губкин. Наш герой предпочитает не стоять на месте и не почивать на лаврах, а идти вперед. Сергей Анатольевич Губкин хорошо известен землякам по работе в организации «Дростхибины». Вместе с коллегами он делает очень много для раскрытия спортивного и творческого потенциала мальчишек и девчонок. Выдерживать рабочие перегрузки Сергею Губкину помогают спорт и рыбалка. Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Здравствуйте, Сергей! Сергей, вот вы уверены в человеке в себе? Да. Отлично. Я не ошибся, потому что вот когда смотрю на вас, у меня сразу складывается впечатление, что вы такой целеустремленный человек, тем более, что мы знакомы много-много лет, который знает, чего он хочет добиться в жизни. Вот откуда у вас такие качества – целеустремленность и уверенность? Ну, вы знаете, я так думаю, что все-таки основные качества – это закладывается в нас с детства. А потом уже мы взрослеем, становимся взрослыми, эти качества мы немного улучшаем. Плюс еще те товарищи, знакомые, которые находятся рядом, которые придают тебе силы и уверенности. А как вас воспитывали в детстве? Да, воспитывали меня хорошо. Все было. И строгость была, и поблажки какие-то были. Поэтому здесь вот отсюда выработался этот характер. А вы ребенком каким были? Таким непосредливым или, наоборот, очень тихим, спокойным? Да нет, я был, конечно, непосредливым ребенком. Как и все дети, потому что на сегодняшний день мы взрослеем, мы становимся немного более спокойными, более уверенными. А когда ты ребенок, тебе всегда интересно что-то открывать, что-то там, я не знаю, мастерить. Разные увлечения в детстве, поэтому я говорю, в том числе и было увлечение и спортом, конечно же. Ну, про спорт мы обязательно еще поговорим. А сейчас хотелось бы начать с вашей трудовой жизни, с трудовой биографии. Вы начинали проходчиком. Это ведь чрезвычайно сложная работа такая. Вспоминаете свой первый рабочий? Конечно, вспоминаю. Первый свой рабочий день я начал в мае 95-го года. И с того момента прошло 13 лет. Я отдал кировскому руднику, поэтому в любом случае производственная жизнь, она всегда вспоминается. И многие моменты с производства можно было применять уже непосредственно в жизненной поверхности, так скажем. Непосредственно и это те же волевые качества, да, оттачивались все-таки на производстве. Потому что производство – это всегда ответственность. Ну, мне кажется, что работа, она учит, конечно, не только ответственность, о которой вы говорили, но еще и вот умению работать в команде. Командный дух, да. Вот в том-то и оно, что умение работать в команде, умение работать в бригаде, он оттачивался именно на кировском руднике, да. Потому что ответственная работа и всегда к ответственной работе нужно подходить не только быть самоуверенным в себе, но и понимать, что вокруг люди, которые с тобой работают, такие же ответственные и уверенные в себе люди. Вот это, наверное, самое главное, что было на производстве. С 2009 года вы работаете в некоммерческой организации «Дрост Хибины». Ну, я думаю, что нашим зрителям не надо представлять деятельность вашей организации, а вот вы мне расскажите, чем занимается «Дрост Хибины». «Дрост Хибины» – это у нас общественная организация, которая занимается содействием развитию у нас спорта, культуры, полностью гармоничного и развития ребенка. Поэтому «Дрост Хибины» сегодня является одним из лидеров в Апатистско-Кировском районе по поддержке, развитию детского спорта, творчества. А вот смотрите, 15 лет вы уже в этой организации работаете, если с 2009 года получается. Ну, скоро будет, скоро будет, еще чуть-чуть и будет юбилей. И будет юбилей, да. И будет юбилей. За это время, вот как изменилась работа? Стало ли легче работать в чем-то или, наоборот, появились новые какие-то трудности, сложности? Ну, вы знаете, трудности и сложности, они как бы, ну, если появляются, то они незначительные. Потому что те наработки, которые предшествовали в работе в «Дрозде», они всегда как бы решаются. И я думаю, что мы только улучшаем работу со временем, улучшаем. И, конечно же, мы всегда смотрим на то, чтобы тренерский состав предоставлял свою работу более качественно. А вот сейчас охотно молодежь занимается спортом? Вы знаете, да, сейчас вот в последнее время молодежь, она больше настроена к ЗОЖ. Потому что молодежь понимает, что занятия спортом – это не только здоровый образ жизни, да, но это плюс еще команда. Вот взять тех же хоккеистов, да, это команда. Ребята в команде, они умеют играть. После того, что как бы, когда заканчиваются тренировки, многие учатся в школах, они общаются между собой, общаются после тренировок. И уже это получается, что как бы команда, сплочение. Вот самое главное то, что мы хотим, чтобы наши дети всегда были сплоченными, чтобы они умели дружить, общаться. Вот и хорошо учились. Вот замечательная, конечно, цель, которую вы ставите перед собой. Но вот смотрите, если раньше, ну, наверное, во времена Советского Союза, да, мы были нацелены на коллектив. Ну, такая была идеология все. Потом наступил момент безвремени, потом момент как бы вот ты индивидуален, да, то есть культ такой индивидуальности. Вы сейчас все равно говорите и ставите себе целью, чтобы ты был в команде. Вот как удается вот эту, условно говоря, психологию молодых поменять? Это ведь непросто. Ну, не то, что непросто. Все-таки дети охотно идут на то, чтобы работать в команде. Именно так. Им это нравится. Это им нравится, конечно. Именно командный дух. Потому что, да, мы нас приучали к этому, да, работать в команде. И опять я еще раз вернусь к тому, что научившись работать в команде, приходя на производство, тебе немного легче. Потому что ты умеешь работать в команде. И в команде, конечно, есть разные люди, да, и ты умеешь и можешь находить общение и общий язык с этими людьми. И нужно подстраиваться, естественно. Ну, где-то нужно подстроиться, где-то нужно, как говорится, там разные методы у нас есть. Поэтому здесь мы в основном видим, что ребенок именно должен понять. И именно вся инициатива идет у нас именно от ребенка. Вот, возвращаясь к спорту, да, мы прекрасно понимаем, что очень здорово, что сегодня много молодых занимаются, выбирают спорт. Но мы понимаем, что это еще и недостаточно дешевое занятие. Потому что, как бы, вот здесь как вы решаете эту проблему? Приходит к вам и все практически бесплатно? Как у вас это построено? Вот у нас построено, вот именно, что у нас все бесплатно. Благодаря, конечно, поддержке компании ФосАгро, которая является учредителем тоже нашей организации. Здесь мы видим, что дети получают бесплатное амбунтирование, бесплатное обучение. Дети у нас не платят за аренду помещений. Потому что все помещения у нас предоставляются на бесплатной основе. Ну, это очень важно, конечно. Это очень важно. Главное – желание, и главное – прийти. Мы всегда говорим, даже вот, когда общаемся с родителями, мы всегда говорим, чтобы родители тоже поддерживали ребенка. Потому что многие, допустим, кто приезжает из других городов, видят, что здесь бесплатное амбунтирование, бесплатная экипировка, бесплатные залы. Это вот самое большое подспорье и как для родителей, как и для спортсменов. Потому что сегодня мы говорим, спортсмен, занимайся, показывай результат. И многие ребята, которые занимаются, они все-таки показывают достойные результаты в нашей стране и на многих турнирах, которые проходят. Вам приходится много общаться и с воспитанниками, и с родителями, ну и с разными людьми. Вот как вы… Вы вообще устаете от общения? Ну, вы знаете, как бы, как устаешь? В любом случае общение – это приносит все равно какое-то удовольствие. Вот внутреннее удовольствие, где даже есть какие-то встречаются проблемы, и ты помогаешь решать эти проблемы. Вот это вот большое приносит удовольствие. Вот это основной фактор, на который зацелен любой, наверное, человек, который работает с людьми. А как вы восстанавливаетесь физически, эмоционально? Да, вот все равно будет всем выше, рано или поздно, все равно будет… Физически, эмоционально, но у меня есть, конечно, хобби, которым я занимаюсь – это рыбалка. И летняя рыбалка, и зимняя рыбалка. Вот больше всего я восстанавливаюсь, конечно же, отдыхая на рыбалке. Ну-ка, похвастайтесь самым большим уловом. Вот таким? Да нет, у меня вот мой товарищ, да, с которым мы рыбачили, вот, у нас самое большое было – это 12-13 килограмм щука на озере Иммандра. Замечательно, отлично. А сегодня, как вы считаете, вот люди стали более инициативными или, наоборот, вы знаете, присутствует такая, как бы, некая успокоенность? Ну, там, пусть придут, за меня все сделают такие. Нет, вы знаете, сейчас молодое поколение, которое у нас, ну, вот, становятся папами и мамами, они более инициативны, потому что они понимают, да, как решать, допустим, те же вопросы там по своему району, да, есть электронные голосования. Сейчас много проектов, которые у нас идут и из области, в том числе, где вкладываются финансирования, определенные финансы вкладываются, и здесь можно поучаствовать, выиграть там, я не знаю, что-то сделать для своего двора, для своего дома, поставить, я там, не знаю, детскую игровую площадку. Но все равно, в том числе, мы все, мы всегда участвуем в таких мероприятиях, потому что всегда нужна поддержка и нашему населению, и молодым ребятам, которые становятся родителями, потому что мы все проходили эти этапы, было определенное время, было сложно. Сейчас время немножко изменилось, стало с одной стороны и проще, и с другой стороны все-таки больше всего идет перемещение в электронную часть, вот, и когда электронная часть, молодежь больше воспринимает электронную составляющую, нежели там люди там более взрослого поколения, потому что взрослое поколение, да, мы понимаем, что это ноги, это непосредственно прийти, пообщаться, а сейчас молодежь больше уходит в интернет, конечно. Ну, вот, вам наверняка приходилось сталкиваться с людьми, которые живут в некой отстраненности от происходящего и вообще от власти, они почему-то считают, что вот, ну, власть сама по себе, мы сами по себе. Вот, сталкивались с такими? Сталкивались, конечно. Как вы им объясняете, что вы им говорите, чтобы человек понимал, что от него тоже очень многое зависит в жизни? Вот, в любом случае, это всегда индивидуальный подход к таким людям, которые, там, как говорится, как я говорю, антагонисты, да, такие, которые отвергают все или вся, но всегда приходится находить те темы, те же проблемы, которые, да, ну, если есть у человека, и мы показываем, что не просто так необходимо его участие в любом случае, в той или иной части жизни, потому что человек живет в обществе, это самое главное. Отвергать полностью общество, конечно, нельзя. И мы всегда говорим, что человек, вы живете в обществе, да, вот вы, там, отказываетесь от того, от того, от того, но общество живет и продолжает жить. И так, чтобы вы не остались в стороне. На обочине жизни, да? Как бы, ну, даже не на обочине, а просто в стороне решения каких-то тех или иных вопросов. Участвуй, принимай решение, высказывай свое мнение. И когда человек высказывает свое мнение, да, конечно, его можно или убедить, или переубедить, но в любом случае человек должен сам понимать и прийти к тому, что прав он или не прав. Именно две составляющие. Если вы говорите, что это все плохо, 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 тогда скажите, что такое хорошо, хорошо, хорошо. И тогда человек, конечно же, находит те моменты хорошие. Иногда меняется там свою точку зрения. И, как говорится, отрицательно переходит в положительное. Кстати, об изменении. Вот как меняются апатиты, ну, допустим, давайте как вот возьмем небольшой такой период, ну, за последние пять лет, вот как вы считаете? Да, я даже сказал бы, за последние десять лет можно, да, потому что я говорю, что сейчас очень много проектов, очень много программ, которые улучшают и делают комфортнее жизнь наших граждан. Земляков, да. Да, земляков. Поэтому и приносит такое, знаете, более уважительное, да, отношение к людям, что все-таки люди добиваются, а мы помогаем в этом нашим землякам, нашим гражданам, чтобы они все-таки выигрывали конкурсы, что наша среда становится более комфортной. И подрастающие дети у молодого поколения, да, которые сейчас вот становятся папами и мамами, у них появляется больше там спортивных площадок, детских площадок, игровых площадок. Появляется много интересных конкурсов, где дети могут уже начинать себя с раннего возраста проявлять. А вот скажите тогда, есть какой-то жизненный девиз, Сергей, с которым вы по жизни идете? Двигаться только вперед. Двигаться только вперед? Двигаться только вперед. Сергей, спасибо вам большое за интервью. Я желаю вам не останавливаться, двигаться вперед, чтобы все ваши планы, самые грандиозные, обязательно были исполнены. Спасибо вам, Юрий Аркадьевич. Ну что ж, уважаемые зрители, напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Анатольевич Губкин, который считает, что не надо стоять на месте, а нужно двигаться вперед, чего и вам желаем. Оставайтесь на Народном телевидении Хибины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова